Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разворот», как вы уже поняли, ведем ее сегодня. Мы вдвоем с Артемом Липиным. Меня зовут Андрей Лешкевич. Доброе утро. Да, и наша гостья в сегодняшнем «Развороте» – глава Альянса Резких Заболеваний Байба Земала. Она у нас через Zoom. С ними будем общаться. Байба, здравствуйте. Добрый день. Да, напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, или пишите нам по WhatsApp-у 230-6191. Будем все читать, все, что вы нам напишите. Ну, наверное, да, тема в последний месяц у нас, в принципе, одна – это пандемия коронавируса. Все мы живем и переживаем вот этот период. Байба, как COVID-19 оказался на вашей деятельности, на сфере редких заболеваний, на помощи людям с этими редкими заболеваниями? Как в целом вы переживаете коронавирусную всю эту эпидемию? Ну, я бы сказала, что это не очень легко, потому что людям с редкими заболеваниями уже так было трудно получить те, которые им нужны, услуги здравоохранения. Но теперь, когда вообще нету, не было подхода совсем-совсем никакому врачам, специалистам, это было еще труднее. И теперь уже немножко налаживается ситуация, но все равно мы видим разные случаи, где надо помочь пациентам еще больше. А можете пару примеров привести, если говорить о последствиях, которые уже можно как-то очертить? В чем это проявляется? Ну, то есть, понятно, что доступ к врачам, он у всех сейчас был ограничен, просто элементарно нельзя было попасть. А в чем еще может быть? Ну, вот видите, там большая разница, если вы хотите попасть к врачу просто с насморком, или если у вас есть какие-то очень хронические и трудные заболевания, которые вам не разрешают жить нормальной жизнью. Например, те люди, которым надо разные услуги, физиотерапейт и разные другие, они просто не могут попасть к врачу. Они даже не знают, где искать информацию. Мы, как организация пациентов, очень старались во время этой пандемии всем своим пациентам рассказывать, куда обращаться, как получать доступ к врачам. Потому что некоторым из них важно каждую неделю, каждый день получать разные медикаменты. И если мы не попадаем к врачу, который выписывает этих лекарств, тогда люди остаются без лекарств. И тогда еще другая сторона, когда люди, которым есть эти хронические заболевания, они даже не могут идти в аптеку и забирать свои лекарства. Там тоже, оказывается, есть огромные проблемы, как можно получить лекарства на дом. Потому что аптеки официально их не могут доставлять на дом пациентам. А пациенты, если у них нет родственников или нет людей, которые им помогают как добровольцы, тогда тоже никто не может принести лекарства. И, как вы знаете, может быть, уже слышали, многие из наших пациентов такие, которым этот вирус может быть очень опасен. Поэтому мы не говорим, чтобы они ходили сами в аптеки, сами в больницы, где самые большие эти риски, где эта инфекция находится. А вот вы сказали, что он очень опасен. Ну, как мы знаем, коронавирус усиливает хронические заболевания. В принципе, это и представляет одну из наибольших опасностей. А какие редкие заболевания можно назвать среди тех, для которых COVID-19 очень опасен? Ну, это такой орешек, который я не могу ответить, поскольку у нас диагнозов больше, чем 6 тысяч. Ну да. Есть там некоторые, которым он очень-очень опасен. Например, люди, которым проблемы уже с лёгкими, это опасно для них. И для тех, которым пересажены какие-то органы, это тоже очень опасно. И даже если у них просто повышенный вес или диабет, и еще некоторый диагноз, который мы описали тоже на странице, я положила информацию. И тогда вот эти самые рискованные группы, которые везде по миру так считаются. Но вот эти все проблемы и препятствия, с которыми сталкиваются люди, заболевшие какими-то редкими заболеваниями, недоступность лекарств, невозможность пойти в аптеку, недоступность врачебных процедур, эти все препятствия, они как-то решились с течением времени, с вашей инициативой? Или это просто потому, что сейчас стало легче, в принципе, ходить по врачам через какое-то время? Это повлияло и на ваших пациентов? Ну, там надо смотреть по каждому диагнозу отдельно. Есть такие, где врачи очень помогают пациентам. Они сделали особенные номеры телефонов, по которым пациент может звонить, спрашивать про свои вопросы. Я видела на Фейсбуке, что есть организации пациентов, и тоже с врачами вместе делают всякие видеоконференции, где пациент может задавать вопросы врачам, чтобы получить ответы, которые они просто так не могут. Но я думаю, что вся эта ситуация только показывает, как нам уже давно надо было работать, потому что есть много таких вопросов, которых можно решать по интернету. Я, например, сама работаю по интернету, не знаю, уже 10 лет, по-моему, кроме командировок. Но всё равно у нас даже все конференции, которые были в европейском уровне, они тоже переносили их на интернет. Это тоже всё происходит теперь через Zoom. И я думаю, что в Латвии эта ситуация поможет нам наконец-то принять какие-то решения, чтобы доступ к врачам был тоже эффективнее и легче через интернет, чем это было до сих пор. Потому что до сих пор это делали только какие-то приватные клиники. Но теперь, как, может быть, вы помните, два месяца обратно детская больница получила подарок видеокамеры. Там тоже помогают, теперь они могут делать всякие консультации онлайн. Так что я думаю, что это хороший шаг вперёд. А может ли быть так, что какие-то пациенты начали пользоваться услугами врачей из-за рубежа, благодаря тому, что во всех странах коронавирус, во всех странах какие-то чрезвычайные ситуации, и многие врачи по всему миру стали использовать вот этот доступ онлайна через интернет? Ну разве это плохо? Нет, это хорошо. Я как раз спрашиваю, пациенты, может быть, пользуются услугами врачей по всему миру? Знаете ли вы что-то об этом? Ну, видите, для пациентов редкими заболеваниями у нас есть такие сети, где все врачи, которые в Европе занимаются каким-то очень особенным, очень сложным диагнозом, которые, как редкие заболевания, у них уже есть такие разные способы, как они могут подключиться друг к другу и попросить совет онлайн. Это всё оплачивает Европейский Союз, и у нас в Латвии тоже 24 сетей. Латвийские врачи, мне кажется, в 22 сетях есть, они уже работают, и так помогают пациентам. Там даже это не между пациент-врач, это идёт как коммуникация и врач-врач, где они спрашивают друг друга про совет, что и как делать в какие-то особенно сложные ситуации. Ну то есть это не так, что онлайн-консультация, она намного дороже, чем прийти живьём к врачу? Ну я думаю, что это даже дешевле. Я бы с удовольствием писала своему семейному врачу имейл, и там спрашивала, что мне, как делать. Я думаю, что это намного быстрее и эффективнее, чем идти туда на консультации. Может быть, этот мой вопрос даже не надо решать в консультации. Ну я не знаю, наверное, есть какие-то уже способы, как это можно всё сделать так, чтобы и врач получал зарплату за это, и не так, чтобы просто там кто-то прислал имейл и спрашивает, что и как делать. И каждый пациент у нас тоже есть. Мы можем уже обращаться к одному врачу, и мы можем обращаться к другому врачу, чтобы спросить, я не знаю, на русском это second opinion, где спрашивают другого врача, что он думает, правильно ли поставлен диагноз, и это право пациентов, мы можем так делать. И это не значит, что это должно быть в Латвии или где-то в другом месте. Бай Вазеемала, глава Альянса редких заболеваний у нас сегодня в гостях. Ещё раз напомню, что нам можно позвонить 672 12 93 9 или в WhatsApp 230 6191. А по поводу лекарств на дом вы упомянули, и насколько я понимаю, вы около месяца назад говорили о специфической болезни гемофилии, связанной с кровью, что конкретно этим пациентам, в том числе они очень нуждаются в лекарствах на дом. Был ли ваш призыв услышан, получило ли какое-то предложение это всё? Мы теперь делаем для одного пациента, вот как раз пробуем, как это получается, потому что официально мы можем, как в ответильном сети и аптеках, мы можем использовать волюнтеров, которые приходят в аптеку и забирают лекарства, используя этот номер электронического рецепта. Но это не самый хороший способ, потому что наши лекарства должны стоять в холодильнике. И это самый главный запрос, почему мы вообще начали на европейском уровне решать эту проблему, именно потому что наши лекарства не очень дорогие, их делают из плазмы или другим биологическим способом. И если эти лекарства не стоят в холодильнике, как предназначено, тогда они теряют качество. И если государство оплачивает лекарства, которые теряют качество, из-за того, что пациент не может их просто принести на дом из аптеки, тогда как-то получается неправильно вся эта система. Но ответственность в данной ситуации упирается в государство, получается, всё-таки? Ну, они там не могут... У нас завтра ещё одно собрание, но мы не можем никак решать, кто будет оплачивать эту услугу, потому что государство не хочет, потому что у них и так денег не хватает на всех производителей, тоже не хотят, потому что государство уже так снизило цены на все лекарства, что они тоже не хотят платить аптеки, тоже не хотят. Получается, что как-то никто не хочет взять ответственности пациенты сам. Вот у нас есть люди, которым не было лекарства, когда, например, в Латвии эти лекарства для гемофилии у нас есть только с 2002 года. Значит, те люди, которые уже росли до этого, у них огромные проблемы в суставах, они не могут ходить, у них, ну, как бы, очень большие проблемы. И если они должны приносить эти лекарства, которые большие, коробки из аптеки, это просто, ну, мне кажется, негуманно, так нельзя поступать. А у этих лекарств есть срок годности? Может быть так, что государство закупает дорогие лекарства для редких заболеваний, а они простаивают и просто пропадают? Ну, мы как бы-то стараемся там всё посчитать, чтобы не было таких случаев, когда покупается что-то, что он не может использовать. Есть, ну, иногда пациенты рассказывают, что им в аптеке дали лекарства, которые годны только три месяца, но поскольку рецепты выписываются на три месяца, тогда по закону как бы аптека может так поступать. Ну, конечно, тогда каждый раз звоним в аптеке и ругаемся, что почему опять такая ситуация. Но как-то, ну, не знаю, планирование, планированный, правда, планированный. А вообще гемофилия, она – это один из таких, ну, заболеваний, редких заболеваний, которые в фокусе находятся, вот у ваших специалистов, я так понимаю, потому что есть даже день, 17 апреля, я так понимаю, это день борьбы с гемофилией или пациентов вот с этим заболеванием. И сейчас ещё центр… В фокусе так сложилось, что я 10 лет обратно начала руководиться обществом гемофилии, как мы сделали альянс редких заболеваний вместе с другими организациями, с которыми мы познакомились в министерстве, когда работали над планом редких заболеваний, и просто так получилось, что я стала руководителем этой организации. Потому что всем кажется, что гемофилия – один из этих фокусных болезней. это неправда, потому что у нас есть очень много других диагнозов, и просто, может быть, иногда, когда я говорю про какие-то примеры, я лучше всего знаю про несёртываемость крови, потому что я сама болею такой болезнью. Но всё равно я стараюсь думать про всех, не только про своих пациентов. Да, ну вот мы поговорили про то, как COVID-19 повлияло на лекарства, на лечение. Хотелось бы ещё поговорить про такую часть, очень важную, как диагностику, потому что первые месяцы пандемии, чрезвычайной ситуации, посещать врачей можно было только при очень острой каких-то ситуациях, там, острая зубная боль, например, тогда ладно, можно идти к стоматологу, а просто ради проверки нельзя. Вот для людей, которые подозревали у себя, или там семейные врачи у них подозревали какое-то вот редкое заболевание. Для них были какие-то возможности посетить врачей или нужно было подождать вот этих послаблений, которые поступают сейчас? В экстренных ситуациях врачи говорили, что всегда можно обращаться через неотложную помощь, но те, которые там ждали... Ну вот я как раз пять минут до этого звонка получил этот пресс-релизм, у нас в Европе был опрос в апреле про редкие заболевания, как ковида... Повлиял. ...на редкие заболевания. И там, это не только в Латвии, это только даже в Европе, что люди не могли получать ни диагноз, ни доступ к врачам, ну потому что всё остановилось. И потому я несколько раз уже говорила, что неправильно то, что у нас просто всё теперь закрыли, не было никаких вариантов. Я понимаю, что это пандемия, что это очень опасно и всё остальное. Но, например, когда вы открываете эту страницу COVID-19 с GoVLV, которая самая центральная страница, где хранится вся информация про то, как в Латвии справляется с COVID, там вообще ни одного слова про то, как вы можете получить здравоохранение, все эти услуги, которые должны получать не только пациенты. Ну, там скорая помощь, разве что, наверное, указывается. Ну, это единственная, но, сколько мы знаем, скорая помощь – это самая дорогая из всех частей здравоохранения, и особенно осложняется ситуация, и уже там и так проблематично, я думаю, что это как-то неправильно. Всё равно мы уже могли сделать там, ну, например, вот как наши гематологи не дали номер, куда можно позвонить. Так я видела дело этой кардиологии, все другие специалисты. Но как-то на официальном уровне, ну, как бы на государственном уровне про это никто не говорит. Может быть, вы видели, в прошлой неделе был ещё опрос, в Латвии сделан, где общество спрашивали, как они относятся к разными этими ситуациями жизни и здравоохранения. Ну, это то, что нету, это доступ к врачу. Это было самое худшее у Латвии. 83, по-моему, процентов людей сказали, что они не могли получать те услуги здравоохранения, которые они хотели. А вот это решение по поводу здравоохранения в период пандемии – это единственное решение, которое вы можете так критически прокомментировать со стороны государства. Как вообще оцениваете меры принятые, то, как мы решили бороться, вот наш путь, скажем так, латвийский? Ну, я вначале следила очень внимательно тому, как каждая страна в Европе с этим бороться и какие меры мы принимаем. Я думаю, что Латвии очень хорошо повезло. Во-первых, то, что мы не как итальянцы и испанцы не целуемся каждый раз, когда встречаемся. И так немножко такие, как северные люди, больше живем одни. И эта дистанция у нас тоже очень помогает. Поэтому я вчера, позавчера была очень удивлена, когда видел, что люди собираются толпой, и как-то типа вирус у нас закончился, но это как-то тоже неправильно. И теперь, когда… Это вы где такую толпу увидели? Фотографии разных там, где праздновали праздник. А, ну да, понятно. Да, мне кажется, что, ну как-то… Я понимаю, что праздник и все остальное, но как-то надо думать про общество и про себя в первую очередь тоже. Не знаю. Ну как-то это… Мне кажется, этот кризис очень хорошо показывает разные эти… Верты и бусы. В ценности, да. Да. Ну как-то… Я, например, своих родителей не видел уже с февраля, по-моему, потому что мне, когда отложили все поездки за рубежом на конференции, я так и осталась дома, и я почти не выхожу из дома. То есть строгий карантин соблюдаете, можно сказать. Да, да. Я очень послушна. А вот сейчас, кстати, раз уж мы про заговорили, буквально с завтрашнего дня будут некие послабления вот в этой чрезвычайной ситуации. Можно будет и большими группами собираться, и так далее, и так далее. Вы… Как вы к этому относитесь? Вы забираетесь продолжать соблюдать все-таки такую строгую самоизоляцию, или раз уже на государственном уровне разрешено, то можно и немножко расслабиться? Ну немножко. Руки все равно надо уметь соблюдать эти станции, все равно надо. Ну как, ну если вы сами не будете себя как-то, ну, стараться, чтобы к вам этот вирус не попал, тогда никто про вас не позаботится. Это же не государство, это, ну, просто, ну… Nature, ну, как это… Естественно, природа. Да. Если говорить о… Продолжать о редких заболеваниях, правильно я понимаю, что в 2019 году в Латвии было зарегистрировано около 5000 человек с редкими заболеваниями? Или это не так? Да, правильно. 5000. А опять же, о цифрах, если говорить, я, насколько я вот вычитал, что в целом считается, что в мире около 5% населения страдает, болеет редкими заболеваниями. Просто если это соотносить, получается, что в Латвии должно быть больше, чем 5000, ну, пропорционально. У нас нет. Их действительно больше? Да, мы знаем, что у нас больше, чем 100 тысяч людей с редкими заболеваниями. Почему так тогда? Официально 5? У нас не было этого регистра, да, 2017-2018 года. А, совсем недавно. Да, и теперь уже второй год мы стараемся, ну, как бы там через детскую больницу, где находится центр координации редких заболеваний, они сделали большую работу, они как бы эти специалисты. Мы каждый раз, когда говорим с специалистами, с врачами, и всеми рассказываем, как это важно, чтобы они записали этот диагноз. Понимаете, в этот регистр они можно занести людей только тогда, если у него есть очень, ну, как это, про это есть, ну, точный диагноз. Точно, да. А в редких заболеваниях очень часто, ну, как бы, не можно так сразу определить точный диагноз. И если нет этого кода ОРФ, кода, который, как бы, показывает правильный диагноз, они даже не могут внести этого человека в регистр, и потому у нас как-то получается, что, типа, такого человека нет, но он есть. Просто это, ну, как-то... Мы знаем про такую проблему, мы стараемся ее решать, но это не из-за один день, и то, что там уже пять тысяч людей записано, это уже очень хорошо, по-моему. Ну, и он пополняется, да, этот регистр, это количество? Да. Но в реальности... Да. И тем людям, которые занесли в регистр, им выдается карточка ID, и с этой карточкой, если он в регистр, эти люди тоже могут получать консультации психолога, специалиста по питанию, и еще каким-то специалистам, не помню так сразу, но тоже бесплатно 10 раз, так что, ну, надо обращаться в центры, которые... Центры редких заболеваний при каждой клинике больницы, да. Так, а вот если у нас пять тысяч официально, девяносто пять неофициально, что эти девяносто пять тысяч делают? Как они вообще? Как перейти в статус официального? Ну, вот видите, есть такие болезни, которые особенно людям не мешают. Например, мне не свертывается кровь, но это на мой день как-то, ну, большой взнос не влияет. Но есть такие диагнозы, которые, например, там находятся на рубеже, они как-то, ну, с одной стороны, как-то редкие, или как врач на это посмотрит, может быть, у этого врача есть много таких пациентов, и он даже не задумался, что эта болезнь редкая. И есть такие люди, которым, ну, так и не важно, редкая или нередкая, и если не лечится, тогда не лечится. Потому что если у нас и такие диагнозы, ну, например, я тоже не получаю никаких лекарств для своего заболевания, но всё равно, ну, это же не значит, что я не больная. А есть какой-то, не знаю, утверждённый список или критерий, что вот это заболевание, оно редкое, вот это заболевание, оно нередкое? Или это каждый врач решает, вот как вы сказали, для себя? Не каждый врач, это тоже есть там описание, что редкое заболевание только такое, которое одна на две тысячи людей, например, ну, гемофилия, получается, в Латвии вместе гемофилия и беи 150 людей, и это получается редкое заболевание, ну, как-то не можем поставить. Например, там есть спор про мультипласт клароза, потому что эта болезнь тоже, как бы, с одной стороны, она, как бы, кажется очень редкая, а с другой стороны, там только два или три пациента, из всех 2000 пациентов, которые в Латвии, у которых есть редкая форма этой болезни. Так что, ну, там даже есть такие болезни, которые, например, рак, есть некоторые раки, которые очень-очень редкие, и тогда они попадают тоже в нашу программу. Ну, где-то это можно посмотреть, что вот, ну, человека диагностировали, и он заходит там на ваш сайт, например, и ищет свою болезнь в списке, или такого места нет? Есть такое место, но это не наш сайт. Наш сайт просто сайт, где мы собираем разные информации, где пациент может, пациент или врач может найти, куда ему искать дальше. И сайт, где можно проверить болезнь редкая или нередкая, он называется Орфанет, это как большая энциклопедия, которая в Евросоюзе, где можно проверить каждый диагноз, редкий и нередкий, найти какой именно у этой болезни код, Орфа-код, не только этот, который ССК-10, который классификации всех болезней, но и вот именно тот, который, да, Орфа-код. И там есть еще описание, что это за болезнь, где и как она лечится, если лечится, и там есть такая энциклопедия. Ну и так на всякий случай, потому что наверняка это можно прочитать и на вашем сайте в других ресурсах, но для наших слушателей, которые, может быть, первый раз об этом слышат, вот ваш альянс, и в принципе редкие заболевания, имеется в виду физиологические заболевания или психологические тоже относятся в эту сферу? Разный. Ну, то есть психологические редкие заболевания тоже существуют, и люди с диагнозом, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, на всякий случай проверьте, может быть, вы тоже зарегистрируетесь как один из редких заболевших. Да. А как происходит вообще диагностика? Вот интересно, как врач может установить и определить редкое заболевание, если ему просто неизвестно то, с чем он работает, скажем так, как это происходит? Я так понимаю, что в этом смысле тоже там какие-то шаги определённые делались, чтобы врачу было более, как бы это сказать, ну, просто, и не то чтобы выгодно, но облегчить условия, скажем так, с работой с этими редкими заболеваниями. Ну, понимаете, половина, даже больше, из редких заболеваний появляется сразу, как человек родился, и там сразу можно... У врача есть свои алгоритмы, я не врача. То есть это чаще всего при рождении, да, выявляется? Половина, да, но есть такие болезни, которые появляются, когда человек уже постарше, и тогда это по-другому, и потому мы всё время жалуемся про то, что наше здравоохранение может быть иногда не такая эластичная, и мы не можем найти специалиста, потому что не только важно, что ты пошёл к специалисту, ещё и важно, чтобы этот специалист когда-то слышал и видел такую болезнь, что он понимает, что это может быть нестандартная ситуация, и может быть это что-то такое интересное, редкое, и надо посмотреть поглубже и знать, что и где искать, потому что врачи могут проверить только такие диагнозы, где уже сразу... Ну как бы у них есть этот алгоритм, куда и как искать, и есть эти советы, которые они могут получать из других специалистов и в конференции, так что это разные ситуации, у нас нет такого одного путья, который, скажем, ты пошёл к своему... Но путь, как всегда, у взрослых людей и детей в основном один. Мы идём к семейному врачу, он нас направляет к специалисту, и специалист там делает какие-то анализы, смотрит, что и как, и тогда решает. А вот, ну не знаю, насколько так, конечно, корректно может ставить вопрос, но среди редких заболеваний какие являются наиболее частыми? Ну только парадоксально звучит, но всё-таки наиболее часто встречающиеся заболевания среди редких. Я так наизусть вам не скажу, но я собирала, я делала анализы данных, которые мы нам в прошлом году присылали из Центра профилактики и болезней, как это называется, и профилактики контролл центра. И мы там просто, ну, смотрели по статистике, сколько там сейских этих болезней получается, и так и было, что, ну, те, которые у нас в Альянсе, они есть сами, больше распространены. А сколько у нас, сколько у нас болезней зарегистрировано, вы помните примерно? Там было вообще 800 разных диагнозов, по-моему. 800? Значит, если 5000 официальные 800, то можно предположить, что... С чем-то. Да, какие-то группы. А у нас, и, например, в сравнении с... Ну, возьмем Европу, например, картина похожа или в зависимости от географии что-то меняется? Ну, я слышала, что есть только, ну, некоторые болезни, которым география играет большую роль, например, там, Таласа Мии, которой в Латвии нет, поскольку ее нету, ну, нет у нас есть, потому что у нас есть люди, которые приехали жить в Латвии из других стран, где эта болезнь намного распространения, но так я не думаю. Я думаю, что у нас все, как у всех других людей, столько, да? Вопрос нашли или не нашли, лечим или не лечим, записали, не записали. Скажем так, в западных, например, Европы, там, как правило, просто ситуация лучше, там этот список зарегистрированных, он, наверное, соответственно, шире, да? Там больше уже обнаружено и найдено этих болезней редких. Ну, там и людей больше, чем у нас. Ну, безусловно, да, но если болезни повторяются, то, значит, примерно список должен быть похожим или нет? Ну, я не думаю, что мы... Ну, у нас есть такие болезни, которые там один-два человека на всю Латвию, но я не думаю, что таких будет 6 тысяч людей, чтобы мы там сразу говорили, что у нас есть по каждому диагнозу один человек. Ну, это не те. Мы хотим, чтобы все эти люди, которым есть какие-то редкие заболевания, чтобы они могли нормально жить и у них... Они могли получать лекарства, чтобы они не мучились, чтобы, ну, это все было... Ну, как... Понимаете, каждый человек, когда он рождается, он ему как-то... Ну, есть эти... Human rights, которые... Права человека. Да, и вот... Ну, даже есть, что здравоохранение одна из этих прав, которые ты можешь получать, и я, ну, как-то всю жизнь думаю, почему вот именно в некоторых странах люди так обижены, например... Ну, хорошо, в Латвии, может быть, еще и не так плохо. Есть страны вне Евросоюза, которым ситуация еще похуже, но все равно. Ну, как-то несправедливо. Байба Земала, председатель правления Альянса редких заболеваний у нас сегодня, можно сказать, в гостях по Зуму. Звоните 672-12-93-9, 672-13-93-9 или пишите по WhatsApp у 2-3-0-6-1-9-1. Еще есть время задать вопросы интересующие. Логично предположить, что если заболевания редкие и меньше... Ну, намного меньшее количество людей болеют, то также редкие специалисты по этим заболеваниям, потому что просто не нужно, столько людей. У нас в Латвии есть какие-то специалисты, которые вот именно живут в Латвии, работают в Латвии, специализируются в каких-то редких заболеваниях? Или это все-таки чаще врачи из Европы, Америки, России? Нет, у нас есть очень много хороших врачей, которые на международном уровне тоже считаются хорошими экспертами, просто к ним трудно попасть, трудно найти, просто иногда мы даже не знаем, куда идти. И вот мы там думали несколько раз про разные IT-решения, как сделать базу данных, такой, где может каждый пациент и каждый врач может немножко, может быть, пациент найти врача, который специализируется в него болезни, и врачи немножко сделают себя как рекламу, что они знают про эту болезнь, не только там слышали на конференции или от коллег, но действительно работали с таким. Так что если есть кто-то, кто хочет нам помочь с IT-решением, потому что мы сами такие не умеем решать, но мы в одном хакатоне сделали проект, и он как-то интересный, ну, мы слышали от пациентов, что было бы здорово, если это всё было по-настоящему. Так что если есть кто-то, кто хочет нам помочь, обращайтесь, мы всегда найдём какое-то решение. Больная и вечная, конечно, тема, это как государство принимает участие в помощи пациентам с редкими заболеваниями на сегодняшний день, на 2020 год. Насколько государство участвует в этом, или это всё, как у нас принято, на благотворительность, и сами люди помогают себе? У нас, ну, поскольку эти диагнозы такие разные, есть такие, которые уже годами, мы знаем, мы с вами боремся, есть такие, которые совсем новые, и врачи про них только недавно узнали, есть такие диагнозы, где только первый раз в жизни придумали лекарства, например, не знаю, есть такие болезни тоже в Латвии, и я думаю, что государство, ну, как-то медленно, но мы им не разрешаем расслабляться, и у нас будет скоро собрание, где они будут рассказывать про то, какие были успехи в прошлом году, как мы потратили денег, может быть, вы помните, что мы каждый год просим у государства больше и больше денег, и это не потому, что у нас как-то, ну, есть вот эти определённые нужды, которые есть всё время, например, там, лекарства, которые пациент просто не будет умирать, если не будет, например, там, в прошлом году, позапрошлом году, где, не в прошлом году, где дали деньги для спинальной мускулярной атрофии, это был очень большой шаг вперёд, потому что эти дети, которые получили эти лекарства, они смогут жить намного лучше, чем без лекарства, потому что без лекарства, во-первых, не будет долго жить, во-вторых, если будет тогда, это будет очень, ну, как-то больно, и так что, да, у нас каждый этот евро, которое государство даёт для лекарства и для здравоохранения, у нас это очень важно, и пациент очень счастливый, что они могут получить какие-то услуги и лекарства, которые по-другому, ну, потому что лекарства для редких заболеваний, в основном они очень-очень дорогие, никто не может их купить сам, так что это, ну, просто общество, и мы же не можем спрашивать каждый раз, когда нам что-то надо, чтобы общество скинулось и дал нам там пожертвования, это тоже неправильно, мы же платим налоги каждый человек, и как-то, если у нас будет такая ситуация, мы же хотим, чтобы государство нам помогло, не чтобы не надо было спрашивать у других, там, родственников и весь где, чтобы помогли нам с лекарством или как-то. Да, безусловно. А вот, если я не ошибаюсь, в 2014 году, я не знаю, насколько это вот ваш альянс тогда к этому имел отношение, устраивался флешмоб даже в Старой Риге, по-моему, когда люди там зажимали нос, чтобы продемонстрировать, как вот тяжело людям, которые проблемы с дыханием испытывают, это было связано с редкими заболеваниями. Я просто к тому спрашиваю, что такие формы призывов вы не думаете использовать ещё? Ну, я думаю, что это была организация, которая называется полнонаводской гипертенции из Биадрии. Это лёгочная гипертенция. Не знаю, как это на русском. Но они делают каждый год какой-то акции, чтобы люди поняли, как это... Потому что они не могут дышать. У них, может быть, вы помните, мы тоже рассказывали, например, про инвалидность, что эти люди, которым вот это заболевание, они даже не могут из магазина себе принести еду, потому что у них каждый шаг, который они делают, это очень трудно, и они не могут просто, ну, физически сделать ничего. Понимаете, если, вот, например, там мы прошлым летом делали у них исследование про качество жизни этих людей, и там тоже получается, что те люди, которые заболели, у которых самая тяжёлая форма, эта болезнь, у них всё, жизнь заканчивается, они просто не могут дышать, они просто не могут ничего больше сделать. И, ну, я думаю, что это очень ужасно. Если какие-то способы им помочь, как-то тогда надо это делать. Ну, вот действительно, вот такие какие-то призывы не совсем стандартные, то есть не просто обращения, а вот какие-то такие флешмобы, не знаю, мероприятия образовательные и так далее. Разумеется, когда это уже будет можно делать. Вот такие какие-то формы общения с людьми вы не планируете использовать, чтобы как-то разнообразить просто методы общения? Мы стараемся по-разному. У нас в каждой организации есть какие-то диагнозы, про которые они болеют, и мы каждый раз пытаемся что-то сделать. Но вам надо ещё и понять, что в основном все организации пациентов, мы все добровольцы, мы все, ну, большинство из нас это всё делает только потому, что мы сами или наши родные больные, и иногда у нас просто не хватает сил. Иногда мы просто так переработали, что у нас просто нет, ну, как-то, ну, так что если кому-то повезло, вот помни, ну, есть такие акции, которые запомниваются тогда, это очень классно, это нам всем помогает. Вот в Альянсе стараемся друг другу помочь как-то, и у нас теперь есть и один большой проект, где мы можем друг другу помочь и немножко финансиально, и эмоционально, и потому, ну, как... Ну, это всё очень медленно, потому что это огромные вещи, и очень много времени занимает, и, например, мы бы хотели, чтобы у нас были побольше других добровольцев, которые приходят в организации пациентов и помогают нам, но мы понимаем, что это тоже нелегко. Так что, да. А вообще ваш центр, ну, ваша организация, Альянс, была основана в 2014-м, правильно, году? Да. То есть получается 6 лет организация. А до этого, опять же, может быть глупый вопрос, получается, что редкими заболеваниями вообще в Латвии никто не занимался? Они были как-то вот где-то сами по себе? Ну, у нас вот эти организации, которые у нас есть, например, моя организация «Гемофилия», она создана уже в 93-м году, это одна из самых старых организаций в Латвии, и все эти другие, которые в Альянсе организации, они тоже разные. Это не может... Ну, мы не можем говорить, что никто не занимался. Не было как бы... Не было Альянса, не было вот, ну, когда мы пишем все вместе какие-то там письма и делаем акции вместе. Это просто был каждый по себе. Ну, каждый по себе. Но мы тогда поняли, когда работали над этим первым планом редких заболеваний, что намного эффективнее, если мы можем вместе работать. Потому что есть какие-то вопросы, где кто-то другой лучше знает, какие-то особенности, и тогда намного лучше. А вот у нас государство нередко говорит, ну, и происходит некоторая борьба с так называемыми фейковыми лекарствами. И сейчас в связи с коронавирусом тоже об этом поступают некоторые новости о том, что вот предлагаются там, появляются какие-то... Магические пилюки. Да, лжелекарства. В вашей сфере, в сфере редких заболеваний, это актуальная проблема тоже? Или не сталкиваетесь? Нам никто не жаловался, так что я не могу сказать точно. Я знаю, что, ну, просто, конечно, каждый был, ну, как этот мошенник хотел бы попасть в нашу, эту, нашу долю, как бы сказать, не знаю. Ну, просто, понимаете, потому что там огромные деньги. Но у нас по-другому. Ну, я думаю, что вот все организации, которые у нас в Альянсе, у нас совсем по-другому ум построен. У нас самое главное — помогать этим людям. И, например, мы даже не сталкиваемся с такими проблемами, потому что мы даже не можем придумать, что есть люди, которые могут зарабатывать на несчастье других людей. А насколько я знаю, есть даже день больных редкими заболеваниями в феврале, да? В последний день февраля он отмечается. Что это за день? Что происходит вообще? Как в этом году, например, он отмечался? В этом году нам повезло. Это был 29 февраля. Ну да, высокосный год. Да, и потому что это такой редкий день, который только раз в 4 года. Поэтому мы на международном уровне его и выбрали как день редких заболеваний. И тогда мы просто пытаемся как-то получить внимание общества, что есть такие болезни, что мы там что-то делаем. Потому что я думаю, что за последние 10 лет у нас было очень много дела сделано. Ну, конечно, мы ещё видим, сколько ещё надо делать. Но теперь уже мы знаем, у нас как-то появился этот... Ну, как-то... Мы уже знаем, что мы можем сделать, что мы не можем сделать, как это всё работает. Потому что вначале мы же тоже пришли, все такие придумали. Во, теперь мы будем заниматься редкими заболеваниями, там всё будет классно, всё нам даст денег, мы получаем все специалисты, все будет с нами работать, и всё будет классно. Но потом с годами один раз попробовали, другой раз, третий, четвёртый. Так что да. Но День редких заболеваний, да, мы празднуем каждый год. На этом году мы открыли центр редких заболеваний в Гайлизарсе. Это был тоже большой шаг вперёд, потому что первая была детская больница, потом открыли центр Страдыни, и теперь ещё третья большая больница присоединилась. И мы надеемся, что это тоже будет большой толчок и поможет нам в будущем. Спасибо большое, Байба. Глава Альянса редких заболеваний Байба Зебала была у нас сегодня в «Развороте» по Зуму. Ещё раз вам спасибо. Удачного дня и успехов в вашем непростом деле. Да, программу «Разворот» сегодня провели Артём Липин и Андрей Лишкевич. За звукорежиссерским пультом будет «Гинекопеин».